Добрый вечер, подписчики канала Олега Нестерова и Евгения Травникова. Благодаря им мой офис начинает преображаться. И сегодня хотел бы я вам рассказать о том, насколько их советы помогают в жизни обычных будущих мастеров, которые работают в гараже. Вот. Сегодня я хочу вам рассказать, насколько полезными и деятельными в своей конструкции и концепции являются их советы. Вот, благодаря конструкции офиса Евгения Травникова, мой офис преобразился. И я его обшил пользой изолоном. Установил дополнительное освещение в виде ладненного света. Вот. Также обнесил все свои модели. Также вот у меня полно пространства для работы. Вот. Все инструменты лежат по полочкам. Кроме этого, у меня работает печь отопления. Вот. Ее достаточно хватает. Вот. Печь работает на дровах. Кроме этого стоит рекуплиратор, который работает на обычном двигателе электрическом, работающем от сети 12 вольт. Вот видите, вы там, так скажем, блок питания на 12 вольт, который пробивает теплый воздух через трубу вытяжки, которая работает именно от печи. Вот. Вот. Температура за бортом, так скажем, сегодня у нас в Эртамаке минус 16. А в гараже я спокойно себя чувствую в том, что вы меня видите в рубашке и футболке. Значит, скажем так, на градуснике у нас 24 градуса Цельсия. Почти как дома. Вот. Но, кроме того, по рекомендациям Олега Нестерова, вот, приобрел, хотя бушный, но не совсем, конечно, хороший пульминизатор, вот, которым я неоднократно крашил автомобили. По его рекомендациям приобрел компрессор, вот. Кроме этого, Евгений Травников мне тоже рекомендовал приобрести инструменты. Инструменты лежат все на полочках и так далее. Вот. Ну, в гараже небольшой беспорядок, поскольку наложил порядок между работами. Вот. Соответственно, выражаю глубокое благодарство и, не то что благодарство, и уважение в их видеороликах, именно в советах. Только поскольку некоторые вещи, процентов на 99,9, вот именно из их роликов, я смог почерпнуть для себя. То есть, разместить все инструменты, которые вот здесь имеются, которые вот под берсаком имеются. То есть, я занимаюсь и кузовным ремонтом, и занимаюсь пократкой, допустим, двигателями ремонтом, допустим, занимаюсь. Кроме этого, я занимаюсь еще фортируемыми двигателями. Но здесь уже как бы это свои сложности. Есть, потому что я, как творческий человек, увлекаюсь авиамоделированием. Поэтому модели там. Иногда бывает, что приносятся такие вот умирающие двигатели, которые уже, в принципе, оживить невозможно. Разобрал, половину выкинул. Остальное приходится вытачивать, делать, протирать, промывать, делать, до ума доводить. Вот.